Сейчас коротко о главных событиях. В Goldman Sachs считают, что восстановление экономики США может продолжаться еще почти 4 года. Банк Англии может снизить процентные ставки, считает главный экономист британского центробанка. MSCI включит в расчет индексов Alibaba и другие китайские. А теперь подробности. Аналитики Goldman Sachs, проанализировав бизнес-циклы в развитых странах, пришли к выводу, что процесс восстановления экономик не закончится еще долгое время, поэтому нет опасности повторения недавней рецессии. Средняя продолжительность периода экономической экспансии среди стран с развитой экономикой растет с 1950 года. До 1950 года средняя продолжительность роста в США не превышала 3 года. Самый долгий подъем американской экономики длился 10 лет с 1991 по 2001 годы. По оценкам аналитиков, нынешний период подъема экономики США, длящийся уже более 6 лет с июля 2009, с вероятностью в 60% продлится еще в течение почти 4 лет. В докладе Goldman Sachs отмечается, несмотря на наличие неблагоприятных факторов, воздействующих на американскую экономику, особенно внешних, мы не склонны полагать, что фаза роста подходит к концу. Аналитики банка считают, что вероятность наступления рецессии в 2016 году не превышает 10-15%. Банк Англии может снизить процентные ставки в случае, если темпы роста экономики Великобритании продолжат замедляться, считает главный экономист британского центробанка Эндрю Хелдейн. MarketWatch цитирует его слова. Мое личное мнение в текущей обстановке повышения ставок без надобности усилит шансы на то, что темпы роста экономики замедлятся ниже критической скорости, тем самым увеличивая тот срок, в течение которого инфляция останется ниже целевого уровня. В Великобритании потребительские цены в сентябре неожиданно снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем 2014 года. Дефляция была зафиксирована в стране второй раз с 1960 года. Предыдущая дефляция была отмечена в апреле, когда потребительские цены в годовом выражении также снизились на 0,1%. Внимание! Завтра, 17 ноября, в 13.00, по московскому времени будет опубликован индекс экономических настроений ZEV в Германии. Публикация, определяющая настроение инвесторов, может повлиять на позиции евро и расширить перспективы заработка. В долгосрочном прогнозе аналитиков Bank of America и Goldman Sachs нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. MSCI включит Alibaba и другие китайские акции с листингом США в расчет индексов с 1 декабря, что позволит привлечь миллиарды долларов в эти бумаги. MSCI станет первым в расчет, чьих индексов будут включены китайские акции, обращающиеся в США. Среди них крупнейшей является Alibaba с капитализацией порядка 200 миллиардов долларов. До сих пор MSCI никогда не включал в расчет специфических страновых индексов акций компаний с листингом только за рубежом. Благодаря Alibaba, а также китайской компании Baidu, доля присутствия технологических компаний в индексе значительно вырастет. Аналитики считают, что включение в расчет индекса MSCI привлечет в эти бумаги до 70 миллиардов долларов в последующие шесть месяцев, а вес китайских компаний увеличится с 23 до 26%. Управляющий активами в Торнборг Инвестмент Менеджмент Чарли Уилсон считает, что это включение демонстрирует смещение центра притяжения от Старого Китая к Новому. Другие стратеги рассматривают это включение как шаг к последующему добавлению листингованных на китайском материковом рынке компаний, которые MSCI решил в июне исключить из своих глобальных индексов. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП стран Восточной Европы в 2016 году на 1,3%, после падения на 0,6% по итогам 2015 года. Несмотря на рецессию в России, связанную с падением нефтяных цены, введенными США и Евросоюзом санкциями, МВФ ожидает, что экономика стран Восточной Европы в 2016 году вернется к росту. В отчете фонда говорится, что рост экономики Восточной Европы поддерживается стимулирующей политикой ЕЦБ, низкими ценами на топливо и другими позитивными факторами. Однако рецессия в России оказывает давление на эти страны, особенно на страны бывшего СССР. Эксперты фонда рекомендуют странам региона продолжать реформировать налоговую и пенсионную сферы, одновременно наращивая буферы на случай возможных потрясений. В пресс-релизе МВФ говорится, по мере стабилизации российской экономики и замедления темпов сокращения экономической активности в Российской Федерации, а также на фоне восстановления экономики Украины, соседние страны повысят темпы роста ВВП. Между тем, дополнительными рисками для региона станут замедление роста развивающихся экономик, в особенности Китая, а также ситуация с беженцами. Центробанк России пополнил запасы золота в третьем квартале на более чем 77 тонн до рекордного уровня за всю свою историю в 1325 тонн. В прошедшем квартале Россия стала самым крупным покупателем драгоценного металла, свидетельствуют данные отчета Всемирного совета по золоту. Вторым крупнейшим покупателем золота стал Китай, пополнив запасы на 50 тонн до 1708,5 тонн. Россия и Китай за квартал приобрели в три раза больше золота, чем все остальные страны. Единственной стороной продавцом золота в третьем квартале стала Колумбия, сократившая свои запасы почти на 7 тонн. Банк России начал с прошлого года активно снижать долю долларов в своих резервах, замещая их золотом и другими валютами, в основном евро. За прошлую неделю резервы Банк России из-за падения золота и евро сократились более чем на 3 миллиарда долларов.